В этом видео я покажу тебе одну концепцию для оформления твоих слайдов. Сначала разберем, как сделать простую анимацию включения, разберем, как работает анимация-трансформация и как поворачивать объемные фигуры. В конце покажу тебе три идеи, вот они у меня уже здесь подготовлены, как интересно применить в реальной ситуации этот инструмент. Привет, я Миша, мы вместе с тобой не бросаем и учимся создавать вывлекающие презентации в PowerPoint, и давай начнем. Основное, тебе нужно понять принцип работы этой анимации. Потом, когда уже принцип будет освоен, уже сможешь создавать вообще любые слайды абсолютно любой сложности. Я здесь себе подготовил два слайда, добавил текст. Для начала давай настроим стиль текста. Я уже тут расставил, обратите внимание, направляющие. Выделяю весь текст, захожу на вкладку «Главное», выбираю шрифты, выбираю мой любимый шрифт «Монстерат», выбираю болт, размер сразу ставлю 54. В принципе, по стилю ты можешь за мной повторять, можешь использовать какие-то любые свои стили, те, что захочешь. Сразу выставляю текст по направляющим. Кстати, этот шрифт, он будет, и вся эта презентация, они будут приложены в описании к видео. Ты сможешь скачать и воспользоваться как шаблоном. Для того, чтобы сделать быстрее, я скопирую стиль этого текста. Я его просто выделяю, зажимаю к сочетанию клавиш «Shift-Command-C» либо «Shift-Ctrl-C» на Windows. Перехожу на следующий слайд, выделяю весь текст и нажимаю «Shift-Command-V» либо «Shift-Ctrl-V» на Windows. Все. Также текст подравниваю, выравниваю относительно направляющих. Дальше вставим сам переключатель. Захожу на вкладку «Вставка», выбираю инструмент фигуры. Мы его полностью будем рисовать самостоятельно. Выбираю инструмент «Скругленный прямоугольник». И сразу же вот так по направляющим также его добавляю. Максимально скругляю углы. Выравниваю по левой границе, чтобы левая граница у нас с текстом была одинаковая. Правая пока не важно, мы потом еще сможем подредактировать. Дальше захожу на вкладку «Вставка», выбираю инструмент фигуры, выбираю «Круг», увеличу масштаб. Круг изначально вставляю, зажимаю обязательно клавишу «Shift», чтобы пропорции не сбивались. Круг сначала делаю по высоте размером с прямоугольник. А дальше я, у меня круг выделен, я выбираю угловой маркер, зажимаю клавишу «Shift» и «Ctrl», для того, чтобы я смог редактировать изменения размера, чтобы не сбивались пропорции и не сбивался центр у круга. И выставляю его приблизительно, чтобы был отступ, ну вот здесь такой, плюс-минус такой на глаз. Мы как-то измерять прям с перфекционизмом сейчас не будем. Дальше я этот круг увожу в левую сторону и выставляю его таким образом, чтобы отступ вот здесь слева, он был один в один одинаковый, точно такой же, как у нас сверху и снизу. Опять же, мы сейчас с тобой мерить не будем, но на глаз, глаз-алмаз у меня, я вот так, хоп, сделаю эти отступы одинаковые. Дальше нам нужно настроить с тобой по стилям. Я заранее вот тут подготовил скриншот, это скриншот с моего телефона, мы прям вообще возьмем и без угрозения совести скопируем отсюда все стили. Я для начала выделяю основной прямоугольник, захожу на вкладку «Формат фигуры», выбираю «Заливку», выбираю здесь другие цвета заливки, нахожу инструмент «Пипетка». У тебя на Windows, может быть, это окно выглядит совершенно по-другому, найди просто «Пипетку». И выделяю сначала вот этот вот серенький цвет, когда у нас тумблер выключен. Контур я у фигуры, естественно, сразу же убираю. Дальше выделяю круг, «Пипеткой» мы круг редактировать не будем, потому что видно, что он белый. И для того, чтобы повторить максимальный эффект, обратите внимание, что дальше что-то пока не то. Вот здесь на кружке есть тень, которая падает слева направо, давай ее тоже настроим. Выделяю кружок, нажимаю на него правой кнопкой, захожу здесь в «Формат фигуры», здесь я выбираю в открывшемся баре вот этот пятиугольник «Эффекты». Здесь я выделяю сначала тень, выбираю заготовки и выставляю, чтобы тень падала слева направо. Фу, какая некрасивая! Нужно отредактировать. Нам нужно взять и убавить расстояние до одного, размер где-то можно поставить 101, размытие увеличить. И сейчас вот смотри, уже сам у себя нужно сделать так, чтобы эта тень не бросалась в глаза, чтобы она была приятная, чтобы ее было видно, но при этом она не привлекала сильно на себя внимание. Можно увеличить размытие и сильно увеличить прозрачность, чтобы она была такая еле-еле заметная, вот как у меня сейчас получилось. И сейчас мы можем уже вот этот бар закрыть и настроить по длине наш переключатель. Если ты захочешь что-то в него написать, можно сделать его в принципе подлиннее, написать здесь прям выключено. Все что угодно можно внутрь написать. Я сейчас писать ничего не буду, поэтому сделаю его вот так чуть-чуть покороче. Дальше мы с тобой берем, выделяем вот таким вот образом и картинку, и сам тумблер. Нажимаю Command-C либо Control-C для того, чтобы все скопировать. Перехожу на следующий слайд, нажимаю Command-V. Вставляется и как нам сейчас, вот задача тебе, давай подумаем вместе, переместить вот этот кружок в правую сторону таким образом, чтобы вот этот отступ был точно такой же. Очень легко и просто лайфхакить, делюсь с тобой. Выделяю круг, зажимаю клавишу Shift, выделяю прямоугольник, группирую с помощью горячей клавиши, они вот тут вот текстом появятся, переворачиваю, разгрупирую, выделяю только прямоугольник, прямоугольник разворачиваю обратно, чтобы при анимации трансформации у нас ничего не начудилось. Все, все очень быстро готово. Выделяю прямоугольник, захожу на вкладку формат, выбираю заливка фигуры, другие цвета, пипетка, забираю зеленый цвет, нажимаю ОК. Картинка мне больше не нужна, я ее выделяю, удаляю, поработаем еще немного с текстом. Что мне нужно сделать? О, на этом слайде тоже, конечно, картинку надо удалить. Текст у нас будет прокручиваться с помощью объемной фигуры. Это сделать не так-то просто, я долго сидел и разбирался, у меня получилось. Смотри, прям четкий алгоритм. Нажимаю на текст правой кнопкой на первом слайде, захожу здесь на заметку формата фигуры, здесь я выбираю параметры фигуры, захожу в эффекты, здесь захожу в формат, нет, вру, в поворот объемной фигуры. Нам нужно изначально поставить вращение вокруг оси Y, здесь значение единицу. Текст у нас по своему внешнему виду никак не изменяется, однако мы уже к нему применяем настройку, которая на следующем слайде сработает при анимации трансформации. Дальше я этот текст беру, просто выделяю, копирую, переношу на следующий слайд, вставляю, перемещаю его выше, где-то чуть вы... о, во-первых, тут почему-то сместилось у меня. Выделяю два текста, вдруг если тоже сместится расположение, выравнивание, выровнять по левому краю, чтобы было все одинаково. Я его вынаношу, этот текст прям повыше, где-то вот так, чтобы он прям... нижняя строчка была чуть выше, чем верхняя у заднего текста. Дальше я снова его выделяю, параметры фигуры, эффекты, снова поворот объемной фигуры, и значение здесь уже выставляю 90. На этом слайде он пропадает, мы-то знаем, что он есть, он просто перевернут. То же самое делаю теперь с этим текстом. Выделяю эффекты, поворот объемной фигуры, изначально значение выставляю единицу. Дальше я его проверю, ну-ка, да, все верно, единицу. Дальше я его также копирую, возвращаюсь на предыдущий слайд, вставляю, увожу его вниз, точно так же прям пониже, захожу на вкладку здесь эффекты, и здесь выставляю значение 270. Опять же, 270, почему? Потому что я уже делал этот слайд. Но обрати внимание, да, он у нас будет, получается, вот так, как открывашкой. Значит, сейчас мы воспроизведем, мы это дело все увидим. В принципе-то, наверное, мы можем уже накладывать анимацию трансформации и смотреть, что получилось. Если тебе нравится эта идея, ты можешь поддержать канал лайком, комментарием, а самые вообще любимые мои зрители, это те, которые подписываются на канал и смотрят все видео. Вы самые классные, потому что отдаете предпочтение обучающему контенту. А на слайдах я захожу, выделяю, наверное, мне можно выделить оба слайда, захожу на вкладки перехода, выбираю здесь анимация, о, уже спалил, да, мы уже увидели, выделяю анимацию трансформация, и в поле длительность ставлю поменьше, чтобы она была динамичная. Здесь у меня вот выставлена 0.75 настройка. Мы, кстати, можем еще в качестве эксперимента настроить гиперссылки. Я возвращаюсь на первый слайд, нажимаю на кнопку, вот здесь правой кнопкой на кружке, захожу в гиперссылка, здесь могу выбрать место в документе, заголовок слайдов и выбрать слайд номер 4, нажать ОК, и на четвертом слайде сделать то же самое, только уже с третьим слайдом. Нажимаю на кружок, здесь выбираю гиперссылка, я думаю, ты уже догадываешься, зачем это нужно и что после этого будет. Нажимаю ОК, выделяю еще третий, четвертый слайд, и обрати внимание, снова вернусь на вкладки переходы, вот здесь, где у меня переход слайдов, по щелчку, по умолчанию она стоит, у меня она уже была убрана, потому что я слайды уже делал, и тоже ее можно убрать, и тогда, я когда запускаю слайд-шоу, куда бы, в какое место я слайда бы не кликнул мышкой, слышишь, я кликаю, да, слайд не переключается, и слайд будет переключаться только если я кликну на вот этот кружок, то есть я на него нажимаю, хоп, включил, выключил, включил, выключил, и так это работает. Важно не только уметь делать креативные необычные эффекты в Powerpoint, а еще знать основные правила построения слайда, понимать, как выстраивать информацию, работать с цветом, с текстом, продающие формулировать свои сообщения на слайдах. Приходи на мой большой практически онлайн-курс по презентациям, где лично я проведу тебя по всем темам, подробнее про курс и с ценами ты можешь ознакомиться по ссылке в описании. Стоимость курса в марте я планирую увеличить, поэтому не затягивай, подключайся сейчас. Ну и как обещал, показываю идеи. Не обязательно вообще делать этот тумблер в качестве включения. Вот один из слайдов, это слайд из шаблона, над которым я сейчас работаю, про этот шаблон я хочу отдельное видео снять, его полностью показывать не буду. Здесь сделано просто как переключение в информации, то есть показывается один кусок информации, другой кусок информации. Можно, в принципе, дальше это продолжать, и чтобы она не чередовалась, а, в принципе, постепенно, постепенно, постепенно раскрывалась по порядку. Или еще один пример, точно так же, есть у меня на канале видео про карточки, которые много кому понравилось, если не смотрел, можешь посмотреть. И там постепенно информация тоже раскрывается. И здесь есть у нас подзаголовки, которые видит зритель, и мы можем управлять в порядком, и насколько быстро у нас появляется на слайдах контент. И просто его включать или выключать, и постепенно, можно настраивать даже порядок любой, в каком порядке у нас эти ячейки будут открываться, и постепенно, постепенно мы зрителю выдаем порцию контента. Или же, есть тоже один из моих любимых таких инструментов, показывать до-после. Его тоже можно здесь использовать. Например, у нас есть диаграмма. Опять же, это не обязательно может быть диаграмма, может быть все, что угодно, все, что ты придумаешь. Есть у нас цифры до, а когда мы включаем, у нас получается что-то после. Выключили? Это всего лишь заготовки, а возможности твои и PowerPoint почти безграничны. Ты молодец, что досматриваешь ролики до конца. А вот здесь рядом со мной есть еще полезные уроки по презентациям, которые ты можешь посмотреть, если пропустил. Подписывайся на канал, лайк, комментарий, если видео тебе понравилось. Спасибо. Пока. Пока.